Всем привет! С вами Алексей Нечаев и сегодня мы начинаем следующую часть или продолжаем разбирать джосеки с нейросеточкой. Часть четвертая. Зажатие через один перекресток. Вот такой вот вариант. И начнем мы вот с такого стандартного джосеки, когда белые играют ход конем, поджимают черный камень, черные в ответ сразу режут. И поехали в катрейн проверять этот вариант. Первое. Замечаем, что действительно это лучший вариант с точки зрения катрейн. Прижать белый камень. В ответ лучший вариант, ну по крайней мере на пустой доске, это разрез, хотя есть вариант и с вытягиванием. Но мы режем. Понятно, что резать надо обязательно. Тут даем атари и играем пасть игра. Дальше я уже успел провести небольшое исследование, которое показывает, что, ну помимо игры на левой стороне, у белых есть много разных способов в данном варианте как-то захватить черный камень. Раньше захватывали всегда надежно, вплотную, заполняя треугольник. Вот так. По мнению нейросети, здесь теряется какое-то количество очков небольшое. Вот, две десятые. Так что ход совершенно нормальный. Но сама же она советует захватывать чуть-чуть поагрессивнее. Так как у черного камня здесь больше дыханий, значит, какие-то отзывы остаются. Возможно, когда будет играться Йоса в углу, может возникнуть какое-нибудь Тесуджи прилипание, что-нибудь еще такое. Благодаря этому. Но пока вот такой ход. Он дальше и в центр больше смотрит, и на сторону распространяется лучше. Ну и здесь, как вариант, есть тоже так же добрать белый камень. Ну и из неожиданных вариантов совершенно такой неожиданный на шестую линию подняться. И после того, как здесь черные зажмут белый камень, этот ход на шестую линию помогает нам сразу построить хорошую форму для того, чтобы прижимать позицию черных. Так что вот такой вот интересный ход. С другой стороны, если с этой стороны черные начнут создавать амадзи, то этот камень поможет не выпустить их наружу. Теперь посмотрим, как играли профессионалы. Здесь я уже заранее подготовил этот вариант. И да, самый частый ответ за черных. Вот так вот захватить, добрать белый камень надежно. Если мы посмотрим соответствующие партии, то играть так начали уже очень-очень-очень давно. Потом на долгое время прекратили, уже в 20 веке вернулись. И после 2015 года мы таких ходов в списке партии профи не наблюдаем. Что же произошло? Произошло вот что. Помните, я говорил, нейросеть показала, что вот таким ходом захватывать чуточку лучше. И заходим в соответствующие партии. Видим, что где-то в 1985 году так кто-то рискнул сделать. Потом этот ход появился в 2018 году партии Лила Зера с Фениксом. И начиная с 2018 года во всех партиях профессионалов черные захватывают белый камень исключительно с помощью косуни. Вот такая вот новиночка к нам подъехала. То есть вместо надежного захвата сыграть косуни. В чем тут может быть интерес, если мы играем косуни? Как показывает нейросеть, ну давайте мы что здесь посмотрим. Отойдем чуть назад. Здесь был вариант, когда черные протягивались. Давайте попробуем его тогда воспроизвести. Именно вот с этой идеей. Здесь уже стоит пасть игра. То есть форма не создает слабую форму. Например, если бы белые здесь захватывали бы камень именно вот так. Таким образом. Но тут появлялась бы слабая форма, в которой мог бы быть удар вот в эту точку в будущем. И пришлось бы с этим как-то играть и какие-то адзи испытывать. А если мы играем косуни, то очевидно слабой формы здесь не возникает. Здесь у нас сразу все прикрыто. Так что вот такой вот интересный вариант мы здесь увидели. И теперь посмотрим продолжение, которое здесь описано. Играют ли его сразу, играют ли его потом. И как белым тоже захватывают черный камень. Сейчас посмотрим. Ну в данном случае черным. Вне зависимости от того, какой здесь вариант играют белые. Хотя разница есть в вот этом вытягивании. Если белые захватывают надежно, здесь тянуться не рекомендуется. Здесь вроде как чуть больше этот ход интересен. Но тем не менее. Захватить белый камень можно очень надежно. Оставить ему всего лишь два дыхания. Но также можно посмотреть на вот такой прыжок через перекресток. Который также. Белый камень здесь. Ну вряд ли белый здесь сможет выжить. Какими-то ходами, которые бы не усилили значительно всю черную группировку. А скорее выжить не сможет. Но конечно адзи какие-то тоже появляются. То есть приближение белых с этой стороны будет угрожать различными лесами. Так что захватывать надежно или оставлять чуть больше адзи. Но развиваться быстрее. Выбор ваш. И тот и тот вариант годится. С этим ходом ровно все то же самое. Ну здесь видите даже кеймей можно белый камень прихватить. Тоже какие-то адзи может у него остаются. В будущем могут атари какие-то для запирания быть доиграны. Но плюс-минус нейросеть считает все ходы по ликвидации активности этого белого камня. Плюс-минус абсолютно одинаковые. Ходы белых для захвата черных плюс-минус тоже похожи. Так что можно их применять тоже смело. И надежно захватывать камень. Чтобы не оставлять никаких надзий. Косуми сыграть можно. Если чуть-чуть что-то и остается. То оно точно так же оставалось и при надежном захвате. Так что можно играть косуми. Теперь давайте посмотрим после такого надежного захвата. Давайте вернемся вот в этот вариант. И посмотрим после надежного захвата. Насколько часто черные здесь достраивают стену. Буквально еще три камня и белые уже играют ханы. Давайте посмотрим этот вариант. Со стеной. Видно что здесь есть вариант. Немножечко эту стену прижать. Влиянием черного камня. Но черные тогда будут придавлены с этой стороны. Но также есть вариант и доиграть эту стену. И вот уже после двух обменов уже можно в принципе играть ханы и бороться. Но еще один ответ не является, скажем так, большой ошибкой. А вот здесь тянуться белым уже не рекомендует нейросеть. Поскольку черные уже пойдут гасить ее влияние. Вот здесь уже самой стенки требуется поскорее организовать себе мою. Для того, чтобы как-то в будущем бороться. Ход очень надежный с точки зрения игры от стенки. Если посмотреть, он по высоте белого камня стоит прямо внутри влияния этой стенки. И залезать внутрь, ну может быть для черных будет уже не так приятно. Чем если бы камень поставить дальше. Тут без особых проблем можно зайти и погулять внутрь. Теперь попробуем, кстати, развернуть эту джосеку к белому камню. И посмотреть, так ли это все выглядит таким же образом. Итак, зажатие. Здесь белый оказался между черными камнями. Отметим этот факт. И точно так же сыграем разрезание. Отари. Ход сюда. Добавим немножко вариантов. На расчет. Ну и видим, в общем-то, практически ту же абсолютно картину. То есть здесь даже ход на шестую линию, подготавливающий построение пасти тигра. И стенка становится мощнее, хотя Адзи на стороне остается. Или вот такой вот захват аккуратный через Касуми. Давайте сделаем стандартный вариант, как из книжки. И потянулись белые. На этот раз на свой камень. И черным рекомендуется сразу заходить на сторону. То есть такие обмены нейросеть видит. Как несколько, может быть, менее приятные. Хотя там тоже был ход не очень хороший. Сейчас еще раз перепроверим. И все равно белым здесь достраивать мою. Ну, черный на свой камень тоже идут, поэтому позиция в целом равная. Так что от стороны практически не зависит. Давайте еще раз посмотрим этот вариант. Так, так, так. Да, и вот то же самое. Не рекомендуется, на самом деле, отвечать вот на этот ход белых стенки. А сразу, если пустая сторона большая, сразу же гасить эту стенку своим влиянием. Ну, как и здесь, собственно говоря, совет прыжок от стенки. Кстати, давайте посмотрим на расстояние прыжка. Здесь видим, значит, от звезды Касуми. А насколько будет предлагать прыгнуть нейросеть. Так, видите, она предлагает прыгнуть не Касуми, а чуть дальше Кейму от звезды. Здесь вариант чуть скромнее. Предложен в качестве прыжка от стенки. Джосека играбельна. Джосека вполне создает равную позицию, так что можно ее применять, играть. Прижатие, которое здесь рассматривали, мы уже видели. Ну, и давайте посмотрим, может быть, с этими стенками. Вот здесь, в соответствующих партиях. Ну, партий, в которых эта стенка настолько вырастала, практически нет. То есть, буквально, сразу после этого хода, если играют его черные, то сразу уже на тот камень, который стоит. А если его нет, то успеют белые там сыграть. Пока белые в этой партии конкретно были заняты на нижней стороне, и розыгрыш сразу не пришел. А здесь черные успели построить Большой Мой, и белые, естественно, там стали выживать. Здесь белым бы, наверное, очень хотелось сыграть разделяющий ход на черные камни. Успеют ли они? Нет, ну, белых здесь больше занимает построение своего гигантского Мою, чем разрушение Мою черных. Что у нас тут в конце партии? Ну, белые все-таки смогли построить группу живую на правой стороне. Нашли способ. Так, а здесь? Здесь черные сыграли прилипание к Шимаре, и благодаря этому прилипанию после непродолжительной борьбы построили живую группу, и перешли в атаку на белые камни, которые, в общем-то, не так легко было атаковать, так что борьба обоюдоострая. Здесь тоже для строительства Мою. Тут белые успели погасить черную стенку, здесь белые тоже успели погасить черную стену, и тут успели сыграть, и вот это прижимание через Атари и удлинение. Так что, строить ли или не строить стену, выбор ваш, но если у вас есть вероятность до построения стены возможность сыграть по той же стороне и заранее организовать себе какой-то отход, ну, представим себе какую-то такую пассивную игру, от черных, какой-нибудь тынуки, и тогда, да, если здесь у нас уже есть белые камни, то вполне хороший вариант уже на существующие камни наращивать плотность. Тогда здесь создается Мою сразу. И позиция даже смещается чуть-чуть в пользу белых. Так что, если у противника появляется напротив сильная группа, еще группа, всегда смотрите, нет ли у него каких-то центов ходов на то, чтобы эту плотность не увеличить. Вот, может быть, вам придется проводить какие-то ранние уменьшения таких областей. Так, ну, с этой частью взаимного разрезания и обмена пленными мы заканчиваем. Следующее видео будет посвящено ответу уже с другой стороны, когда черные не дают захватить свой камень, а белые в ответ атакуют угол. И посмотрим, какие там возникают варианты, что там можно сыграть, действительно ли старая Джосека осталась в том же виде, в котором мы ее видели в книге Сиды Йошио. До новых встреч! С вами был Алексей Нечаев. Заходите, смотрите разборы Джосека. Всем пока!